Слугу же твоего, написавшего эти книги, исполненного духом твоим, почтим и поверим, что когда он писал, то обратил особенное внимание по откровению твоему на то, что вполне истинно и особенно полезно. Поэтому, когда один скажет, он думал, как я, а другой нет, как раз, как я, то, полагая благочестивее, скажу я. А почему не так, как вы оба, если оба вы говорите правильно? Если кто увидит в этих словах и третий смысл, и четвертый еще какой-то, только бы истины, почему не поверить, что все их имел в виду Моисей, которому единый Бог дал составить священные книги так, чтобы множество людей увидело в них истину в разном облике? Что касается меня, то я смело превозглашаю из глубины сердца. Если бы я писал книгу высшей непреложности, я предпочел бы написать ее так, чтобы каждый нашел в моих словах отзвук той истины, которая ему доступна. Я не вложил бы в них единой, отчетливой мысли, исключающей все другие, ошибочность которых меня не могла бы смутить. Я не хочу, Боже мой, быть настолько опрометчивым, чтобы не верить, что этот великий муж не заслужил у тебя такого дара. Он думал, когда писал эти слова о том, что истинного можем мы найти в них, и о том, чего не можем или еще не можем, и что, однако, в них найти можно. И, наконец, Господи, Ты Бог, а не плоть и кровь. Если человек не видит всего, то уже ли от благого Духа Твоего, который приведет меня в землю праведную, могло укрыться то, что Ты сам откроешь в этих словах будущим читателям? Если даже и то, через кого они сказаны, из многих верных мыслей, имел в виду лишь одну. Если это так, то эта мысль его будет, конечно, более возвышенной. Нам же, Господи, Ты покажешь или ее, или какую Тебе угодно другую истинную. Но откроешь ли Ты открытое самому слуге Твоему или другое, вложенное в те же самые слова? Только питай нас, чтобы мы не стали игралищим заблуждения. Вот, Господи Боже мой, как много написали мы о нескольких словах, как много! Сколько сил нам, сколько времени понадобилось бы, если бы так заняться всеми книгами Твоими! Позволь же мне короче исповедаться Тебе относительно их и выбрать одно правильное толкование, которое внушишь вернее и добрее, хотя многое могло бы мне прийти в голову там, где многое может прийти. Верую и исповедую, что если я передам мысли слуги Твоего, это будет правильно и хорошо, и я должен пытаться так и сделать. Если же я этого не достигну, да скажу все-таки то, что Твоя истина хотела мне сказать словами Моисея, в которых она сказала ему то, что хотела. Книга тринадцатая. Зову Тебя, Боже мой, милосердие мое. Ты создал меня и забывшего Тебя не забыл. Зову Тебя в душу мою, которую Ты готовишь принять Тебя. Ты внушил ей желать этого, теперь не покинь зовущего. Ты ведь предупредил мой зов. Упорно, все чаще и по-разному говорил Ты со мной. Да услышу Тебя, Изель, и обращусь и позову Тебя, зовущего меня. Ты, Господи, уничтожил все злые дела мои, чтобы не воздавать по делам рук моих, потрудившихся над отпадением моим, и предупредил все добрые дела мои, чтобы воздать рукам Твоим, создавшим меня. Ты ведь бы, когда меня и не было, не стоил я того, чтобы Ты даровал мне жизнь. И вот я существую по благости Твоей, существовавшей прежде, чем Ты создал и меня, и то, из чего Ты создал меня. Ты ведь не нуждался во мне, и я не такая величина, чтобы быть Тебе в помощь. Господь мой и Бог мой, моя служба не избавит Тебя от усталости. Ты не устаешь, действуя, мои услуги не увеличат Твоего могущества. Почет, оказанный мной, не прибавит Тебе чести. Я должен служить Тебе и чтить Тебя, чтобы мне хорошо было с Тобой, от Которого и моя жизнь, и возможность чувствовать себя хорошо. От полноты благости Твоей возникла вся тварь, от нее Тебе никакой пользы. Происходя от Тебя, она не равна Тебе, и однако должна быть вместо, место и ей должно быть доброй, потому что от Тебя получила она существование. Какие заслуги перед Тобой у неба и земли, созданных Тобой уже в начале? Какие заслуги перед Тобой у духовных и телесных существ, созданных Тобой по мудрости Твоей? От нее ведь зависели они все, и духовное, и телесное, даже в незаконченном и бесформенном виде, стремящиеся к беспорядку, к полной утрате Твоего подобия. Духовное существо, даже бесформенное, выше тела, имеющего форму. Телесное, бесформенное, выше абсолютного ничто. Бесформенное, таким бы и осталось, по слову Твоему, если бы это самое слово не призвало его к единению с Тобой, и не дало бы ему формы. Исходя от Тебя высшего блага, достанет все весьма хорошо. За какие заслуги даровано даже бесформенное состояние? Без Тебя не было бы и такого. Какие заслуги перед Тобой у телесной материи, чтобы стать хотя бы невидимой и неустроенной? Она и такой бы не была, не создай ты ее. А так как ее не было, то ничем не могла она заслужить своего возникновения. Какие заслуги перед Тобой были у духовных существ, еще только намечаемых, мрачных, неустойчивых, сходных с бездной, не сходных с Тобой? Только то же самое слово обратило их к Нему, их Создателю, и озаренные им они стали светом, и хотя не в равной степени, но все же соответствуют Твоему образу. Как для тела быть не значит быть красивым, иначе безобразие бы не существовало, так и для созданного Духа жить не то же самое, что жить мудро, иначе всякий Дух был бы неизменно мудрым. Благо ему навсегда прильнуть к Тебе, дабы свет полученный обратившимся к Тебе, отвратившимся не был утерян, дабы не скатился он в жизнь, сходную с мрачной бездной. И мы, имея души, являемся существами духовными, отвратившись от Тебя, света нашего. Были мы в этой жизни когда-то тьмой, и страдаем в остатках нашей темноты, пока не станем правильными в единственном Сыне Твоем, как бы горами Божиими, ибо были по суду Твоему как бы глубокой бездной. Слова, сказанные Тобой в начале Творения, «Да будет свет, и стал свет!» Я ее не без основания отношу к существам духовным, уже как-то жившим, способным просветиться светом Твоим. Но как ничем не заслужили они ни такой жизни, которая могла быть просвещена, так не заслужили они и того, чтобы она была просвещена. Тебе не было угодно их бесформенного состояния, они должны были стать светом, не в силу существования своего. Но созерцая свет просвещающий и сливаясь с ним, только благодать Твоя позволила им и как-то жить, и жить счастливо, ибо они изменились к лучшему, обратились к тому, что не может изменить, ни к лучшему, ни к худшему, к Тебе единственному, который просто есть, для которого жить, значит жить счастливо, ибо Твое счастье Ты Сам. Чего не хватало бы Тебе для счастья? Ты Сам для Себя счастье, если бы вообще ничего не было, или если бы все оставалось бесформенным. Ты творил ведь не по нужде, а от полноты благодати Твоей, и сообщил созданием Твоим устойчивую форму вовсе не за тем, чтобы радость Твоя стала полнее. Совершенному Тебе неприятно было их несовершенство. Ты совершенствовал их и делал себе приятными не потому, что, будучи несовершенен, ты должен был стать совершеннее от их совершенствования. Благой Дух Твой носился над водами. Не они уносили Его, словно Он опочил на них. Когда говорят, что Дух Твой опочил на ком-то, это значит, что Он дал им покой в себе. Недоступное ухудшение, неизменяемое, Сама в себе достаточная воля Твоя носилась над тем, что Ты оживлял. Но живым жить, и жить счастливо не одно и то же, потому что мечутся они в темноте своей. Им остается одно – обратиться к Тебе, своему Создателю, и жить больше и больше, приближаясь к источнику жизни, и в свете его видеть свет, совершенствоваться, просвещаться и находить счастье. Пятое. Вот предстает мне загадкой Троица, то есть Ты, Боже мой, ибо Ты – Отец начала мудрости нашей. Это Твоя мудрость, от Тебя рожденная, равная Тебе, и как Ты – извечная. Это Сын Твой, через Которого создал Ты небо и землю. Много сказал Я о небе и небес, о земле, невидимой и неустроенной, о мрачной бездне, беспокойном, стремящемся вниз потоки духовной бесформенности. Только она повернулась к тому, от которого всякая жизнь, просветившись, стала прекрасной жизнь, и возникло небо того неба, которое было потом создано между водой и водой. Уже в имени Бога я узнал Отца, создавшего это. Началом именовался Сын, через которого это создано. Веря в троичность Бога моего, как я верил, искал я ее в святых речениях Его. И вот Дух Твой носился над водами. Вот Троица, Боже мой, Отец и Сын и Святой Дух, Создатель всякого создания. По какой, однако, причине, о, свет истинный, к Тебе приближаю сердце свое, да не лживы будут его уроки мне. Рассей мрак его и скажи мне, умоляю Тебя, матерью нашей, милосердием, умоляю, скажи мне, по какой причине Писание Твое назвало Дух Твой, лишь после упоминания неба, земли невидимой, неустроенной, мрака над бездной. Потому лишь, что надлежало познакомить с Ним, сказав, что Он носился вверху, а сказать это можно было только предварительно упомянув то, над чем мог носиться Дух Твой. Он ведь носился не над Отцом, и не над Сыном, и нельзя было употребить слово носиться, если бы не было над чем носиться. Поэтому и следовало сначала сказать, над чем Он носился, а затем назвать и того, которого надлежало упомянуть, не иначе, как в словах, носился вверху. Почему, однако, нельзя было познакомить с Ним иначе, а только как с тем, о котором можно было сказать, что Он носился вверху. Теперь пусть мысленно последует, кто может, за Твоим апостолом, сказавшим, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом, святым данным нам». Он учил о дарах духовных, указал превосходнейший путь любви, преклонял за нас перед Тобою колени, да уразумеем превосходящее разумение любовь к Христову. Потому-то от начала превосходящий Он и носился над водами. Кому расскажу, как расскажу о грузе страстей, не извергающем нас страшную пропасть, о любви, поднимающей Духом Твоим, который носился над водами. Кому расскажу, как расскажу, тонем и выплываем. Нет в пространстве такого места, где мы тонем и выплываем. Как точно такое сравнение, и как оно не точно? Наше настроение, наша любовь, нечистота Духа нашего увлекают нас вниз. Мы ведь любим неозабоченность. Да, горе имеем сердца, где Дух Твой носится над водами. Да приидем к покою превосходящему все, когда переправится душа наша через воды, лишенные субстанции. Скатился ангел, скатилась душа человеческая. Под ним видим, в какой глубокой и мрачной бездне находились бы все духовные создания, если бы ты не сказал вначале, да будет свет и стал свет. И к тебе поспешно не прильнули бы все умные духи небесного града Твоего, успокоившись в духе Твоем, который, не изменяясь, носится над всем изменяющимся. Иначе и небо небес стало бы само по себе мрачной бездной. Теперь же это свет в Господе. На примере жалкого беспокойства отпавших духов, являющих мрак свой, они не одеты одеждой света Твоего. Даешь Ты понять, сколь велики разумные создания Твои, которым покой и счастье можешь дать только Ты. Ничто меньшее, а потому не могут они сами себе. Ты же, Боже мой, осветишь темноту нашу, оденешь нас, и мрак наш станет, как полдень. Дай мне Тебя, Боже мой, верни мне Тебя, я люблю Тебя. Если мало, дай полюбить сильнее. Я не могу измерить и узнать, сколько не хватает мне до любви совершенной, когда я кинулся бы в объятия Твои и не оторвался бы от Тебя, пока не скрылся бы под покровом лица Твоего. Знаю только, что плохо мне без Тебя, не только во мне, но и внутри себя, и не считай для меня всякое богатство, которое не есть Бог мой. А разве Отец и Сын не носились над водами? Если думать о них, как о телах в пространстве, то этого нельзя сказать и о Духе Святом. И если же думать о неизменном божественном величии, пребывающем над всем изменяющимся, то и Отец, и Сын, и Дух Святой носились над водами. Почему, однако, это сказано только о Духе Божьем? Почему только по поводу Его сказано, где Он находился, словно это место в пространстве? Почему о Нем одном сказано, что Он дар Твой? В даре Твоем отдыхаем мы, наслаждаемся Тобой. Отдых наш – это место наше. Любовь туда возносит нас, и благой Дух Твой поднимает нас низких прочь от дверей смерти. Покой Твой для нас в доброй воле. Всякое тело вследствие своего веса стремится к своему месту. Вес тянет не только вниз, но тянет к своему месту. Огонь стремится вверх, камень вниз. Они увлекаемы своей тяжестью, они ищут свое место. Масло, если налить его вниз, поднимется над водой. Вода, налитая на масло, опустится вниз. Они увлекаемы своей тяжестью, они ищут свое место. Где нет порядка, там беспокойство. Упорядоченное успокаивается. Моя тяжесть — это любовь моя. Она движет мною, куда бы я ни устремился. Даровано Тобой воспламеняться и стремиться вверх. Пылаем, идем. Поднимаемся, поднимаясь сердцем, и поем песни восхождения. Огнем Твоим, благим огнем Твоим пылаем, идем. Поднимаемся к миру Иерусалима. Возвеселился я среди тех, кто сказал мне, мы пойдем в дом Господень. Там поместит нас добрая воля, и ничего мы больше не пожелаем, как пребывать там вовеки. Десять. Счастье вы существа, не знавшее другого состояния. Они стали бы другими, если бы дар Твой, паривший над всем изменяющимся, сразу же, как только они были созданы, пока не прошло и мгновение, не поднял их назов. Да будет свет, и стал свет. Мы различаем время, когда были тьмой, и то, когда стали светом. О них же сказано только, чем они были бы, не будучи озарены. Сказано, словно бы, об их первоначальной неустойчивости в темноте, дабы выяснить, почему стали они другими, обратившись к свету немеркнущему. Стали они светом. Кто может, да поймет, да просит у тебя понимание. Зачем надоедать мне, будто я хочу просветить хоть одного человека, приходящего в мир? Кто поймет всемогущую троицу? А кто не говорит о ней, если действительно говорит о ней? Редко встречается душа, которая, говоря о ней, знает, что она говорит. Спорят, сражаются, и никто не увидит этого видения, не имея мира в душе. Я хотел бы, чтобы люди подумали над тремя свойствами в них самих. Они, все три, конечно, совсем иное, чем троица. Я только указываю, в каком направлении люди должны напрягать свою мысль, исследовать и понять, как далеки они от понимания. Вот эти три свойства быть, знать, хотеть. Я есмь, я знаю и я хочу. Я есмь, знающий и хотящий. Я знаю, что я есмь и что я хочу. Я хочу быть и знать. Эти три свойства составляют нераздельное единство. Жизнь и, однако, каждая из них нечто особое и единственное. Они нераздельны и все-таки различны. Пойми это, кто может. Перед каждым стоит, конечно, он сам. Пусть смотрится в себя, увидит и скажет мне. Если, однако, он и найдет в этом что-то сходное и сумеет об этом сказать, пусть не думает, что он понял неизменное существо, пребывающее над всем. Неизменно его бытие, неизменно знание, неизменно воля. Троичен ли Бог по причине этих трех свойств? Или в каждом лице имеются эти три свойства? Та, что троична каждое лицо, или в том и другом случае троится дивным образом, простая и многообразная, закончена в себе и бесконечно, потому она и есть и знает себя, и неизменно, полна в обилии и величии своего до единства? Кому это легко понять? Как рассказать? Кто осмелится объяснить, каким бы то ни было образом, эту тайну? Продолжай свою исповедь, вера моя, скажи Господу Богу твоему, свят, 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 Господи Боже мой, мы крещены во имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух, и крестим во имя Твое, Отец, Сын и Святой Дух, ибо и среди нас через Христа Твоего создал Бог небо и землю, духовных и плотских людей в Церкви Своей, и наша земля до принятия учения была невидима и неустроена, нас покрывал мрак неведения, ибо наставил Ты человека за преступление его, и суды Твои, как великая бездна. Дух Твой, однако, носился над водами, и не покинуло нас, бедных, милосердие Твое. Ты сказал, да будет свет, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, покайтесь, да будет свет. И так как в смятении была душа наша, вспомнили мы о Тебе, Господи, на земле Иорданской, на горе, в Твою высоту, умолившейся ради нас, отвратительно стала нам тьма наша, мы обратились к Тебе, и стал свет. И вот были мы когда-то тьмой, а теперь свет в Господе. И однако до сих пор только верой, не видением, надеждой спасены мы. Надежда, которая видеть, не есть надежда. Пока еще бездна призывает бездну, но уже голосом водопадов Твоих. Пока еще тот, кто сказал, не могу говорить с Вами, как с духовными, но как с плотскими, остается при мысли, что и сам не все постиг, и, забывая прошлое, устремляется к тому, что впереди, и вздыхает под тяжким временем. Душа Его жаждет Бога живого, как олег источников водных, и восклицает, когда приду. Он хочет облечься в небесное жилище, и зовет бездну внизу, говоря, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума Вашего. И не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. И, о, несмысленные галаты, кто прелестил Вас, это уже не Его голос, а Твой. Ты послал с небес Дух Твой через Того, Кто взошел на небо и открыл водопады даров Твоих, да обрадует град Твой, поток водный. Об этом граде вздыхает друг жениха, уже обладающий начатками Духа. Доселе, однако, стинает он в сердце своем, ожидая усыновления и своего искупления. Он вздыхает о нем, он ведь член церкви, невесты Христовой, и ревнует о ней, он ведь друг жениха, о ней ревнует, не о себе, потому что голосом водопадов Твоих, не своим, взывает он к другой бездне, которой в ревности своей боится. Как змей хитрости своей прельстил Еву, так и слабые умы могут повредить, отпав от чистоты, которая есть в супруге нашем, единственном сыне Твоем. Как прекрасен будет этот свет, когда мы увидим его таким, как он есть, и окончатся слезы, которые стали мне хлебом моим дней и ночей моих. Ибо ежедневно говорят мне, где Бог Твой? И я говорю, где Ты, Бог мой? Где же Ты? Немного отдыхаю я в Тебе, изливая душу мою в ликование и восхваление в звуках торжественного празднования. Но до сих пор печальна она, потому что падает и становится бездной. Вернее, она чувствует, что и до сих пор она бездна. Ей говорит вера моя, которую зажег Ты и в ночи на пути моем. Почему печальна Ты, душа моя, и почему смущаешься? Надейся на Бога. На пути Твоем есть светильник, Слово Его. Надейся и терпи, пока не пройдет ночь, мать грешников, пока не пройдет гнев Божий, детьми которого были и мы когда-то, когда были тьмой. Остатки ее мы влачу в теле нашим мертвым и по причине греха, пока не повеят днем и не разойдутся тени. Надейся на Бога. Утром встану и буду созерцать Его, всегда буду исповедовать Тебя. Утром встану и увижу спасение лица моего, Бога моего, Который оживит и смертные тела наши ради Духа, Который обитает в нас. Ибо милосердно парил Он над мраком нашей неустойчивой души. А от Него в этом земном странстве получили мы и залог того, что станем светом. И пока еще спасаемся надеждой, но уже сыны света и сыны Божии, а не сыны ночи и мрака, какими однако мы были. Между ними и нами, при этой неверности человеческого знания, различить можешь только Ты один, испытывающий сердца наши, назвавшись свет днем, а тьму ночью. Кто сможет отделить нас, кроме Тебя? А что у нас есть, чего мы не получили бы от Тебя? Мы сосуды в честь, сделаны из того же материала, из которого и сосуды в поношение. 15. Кто, как не Ты, Боже наш, создал над нами твердь авторитета Твоего, Твое Божественное Писание? Небо свернется, как свиток, а теперь оно, как кожа простерта над нами. Авторитет Твоего Божественного Писания стал еще выше с тех пор, как умерли этой смертью те смертные, через которых Ты нам его дал. И Ты, Господи, знаешь, каким образом одел Ты людей кожами, когда согрешив, стали они смертны, и когда, как кожу простер Ты твердь книги Твоей. Слова Твои всегда с собой согласны, которые утвердил Ты над нами, действуя через смертных слуг Своих. С самой смертью Своей укрепили они авторитет речений Твоих, через них сообщенных. Торжественно распростерся Он над всем, что под Ним внизу. При жизни их Он не распростерся еще так торжественно. Ты не простер еще небо, как кожу, еще не распространил повсюду славу их смерти. Дай, Господи, увидеть небеса, дела перстов Твоих. Прогони от глаз наших туман, которым Ты закрыл их. Там свидетельство Твое подает мудрость детям. Доверши, Боже мой, хвалу Тебе из уст детей и грудных младенцев. Мы не знаем других книг, которые бы так сокрушали гордость, так сокрушали врага и защитника, который противится примирению с Тобой и защищает грехи свои. Я не знаю, Господи, не знаю других столь чистых слов, столь убедительно склоняющих исповедаться Тебе, покорно подставить шею под ермо Твое, бескорыстно чтить Тебя. Дай мне понять их, благие Отец, стоящему внизу, ибо для стоящих внизу утвердил Ты слова свои. Есть над этой твердью, верю я, другие воды, бессмертные, недоступные земной порче. Дохвалят они имя Твое, дохвалят Тебя сонмы ангелов Твоих, пребывающих выше небес. Им не надо смотреть на эту твердь и узнавать слова Твои с помощью чтения. Они всегда веют лицо Твое и читают не по слогам и по времени вечную Твою волю. Они читают ее, предпочитают и почитают. Всегда читают и никогда не приходит то, о чем они читают. Неизменные советы Твои, вот о чем читают они, предпочитая и почитая их. Не закрывается книга их, не сворачивается свиток их, потому что Ты сам для них эта книга и пребываешь ею вовеки. Ты поставил их над этой твердью и даровал им силу, да взирают на бессилие народов, что внизу, и познают милосердие Твое, возвещающее во времени о Тебе, создавшем время. Ибо на небе, Господи, милосердие Твое, истина Твоя до облаков. Уходят облака, небо же остается. Уходят из этой жизни в другую жизнь проповедники Слова Твоего. Писание же Твое распростерто над всеми народами до конца веков. Небо и земля прейдут, но слова Твои не прейдут. И кожа свернется, и трава, над которой она была простерта, увянет с красотой своей. Слово же Твое пребывает вовеки. Сейчас оно предстает нам не таким, как есть, а как загадка, видимая сквозь облака, в зеркале неба. Потому что и для нас, хотя и любимых сыном Твоим, не ясно, чем мы будем. Он разглядывал нас сквозь сети тела, приласкал, обжег любовно, и мы бежим на запах Его аромата. Но когда Он появится, мы уподобимся Ему, ибо увидим Его, как Он есть. Увидим Его, как Он есть, Господи, это наш удел. Но пока мы им не владеем. Как абсолютно Твое бытие, как абсолютно и знание, неизменно Твое бытие, неизменно знание и неизменно воля. В бытии Твоем неизменно и знание и воля, в знании Твоем неизменно и бытие и воля, в Твоей воле неизменно и бытие и знание. Несправедливо, по-видимому, в очах твоей, чтобы так же, как знает себя неизменный свет, знала его и освященное им изменчивое существо. Поэтому душа моя для тебя, как земля без воды, как не может она сама осветить себя, так не может сама и насытить себя. У тебя источник ведь жизни, и в свете твоем увидим мы свет. Кто собрал воедино горькие воды? У них тот же конец, временное земное счастье, ради которого делают все, хотя и неисчислимо разнообразны заботы, которыми волнуются люди.